Тееек, попробуем сейчас запустить и три, два, один, дыды! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Лоу Ложка и добро пожаловать! Сегодня я расскажу о пауках и о том, что вы не знали о них. Например, вы знали то, что у пауков есть торговец, собственное измерение, сами пауки бывают разных видов и так далее. Нет? Ну, короче говоря, сейчас всё поведаю. Но, это та самая рубрика, которая живёт благодаря вашим лайкам, поэтому очень буду признателен вам, если вы нажмёте на эту кнопку прямо сейчас. Ну и, конечно же, подписаться, если не хотите пропускать следующие обзоры. Короче говоря, у нас начинается всё с самого обычного Майнкрафта. Мы ходим по миру где-то там, на данный момент мы в шахте, но не просто так. Дело в том, что в шахту нам придётся спуститься и рано или поздно наткнуться на вот такую комнату. Здесь будет верстак, будет печка, вы сразу поймёте то, что наткнулись на нужную комнату. И самое главное, здесь без забора, я это сам поставил, будет стоять торговец-паук. На него нажимаем, нам даётся новое достижение, Deep Dark Dealer. И этому самому дилеру надо дать золотой блок. Здесь так и написано. За это он нас вознаградит кровавым алмазом. Нажимаем, получаем и, собственно, сейчас это самое важное, что нам нужно в этом моде. А, да, кстати, ачивок здесь очень много, поэтому почти за каждое ваше движение вы будете получать достижение. Окей, мы получили даймонд, наш кровавый алмаз. Что делать дальше? Да просто возьмите и соедините его с палкой и доской. Таким образом вы получите веб-спиннер. С помощью этого веб-спиннера мы будем создавать уже другие предметы, благодаря которым мы сможем активировать портал. Но-но-но-но-но, об этом чуть-чуть попозже. Смотрите, когда мы просто гуляем по миру, мы рано или поздно можем ночью наткнуться на другие виды пауков. Например, здесь у нас есть фейс-спайдер. И с него, с некоторым шансом, может выпасть нестабильная нить. Иногда ничего не падает, иногда падает по три штуки, иногда по две, а иногда по одной. Ну, в принципе, логично. Вот, видите, сейчас в ничевом и, короче говоря, эти самые нити можно либо воссоединить и получить себе самую обычную шерсть. Ну, она будет, конечно, немного разноцветная. И у нее, кстати, есть отсылка к непрогруженным сайтам. Знаете, когда у вас не прогружается сайт, написано «Ерр 404». Что-то типа этого. Ну, возможно, сталкивались. Тут максимально прямая отсылка. Ерр, вул, нот фаунд. Прикольно, на самом деле, сделали, автор постарался. Собственно, из этой шерсти можно сделать ровным счетом ничего, даже кровать. Поэтому, ну, не знаю, если хотите подекорировать, то пожалуйста. А вообще, эта нестабильная нить еще нужна для того, чтобы соединить ее с ядом. А вот яд уже собирается. Смотрите, вот он. За него тоже дается ачивка. Называется «Молоко пауков». Но-но-но, подождите, как же добывать? Нам нужно найти пауков. В принципе, логично, да? Короче, нам нужно найти совершенно других пауков. И они у меня здесь почему-то не находятся. Ой, в смысле? Я слепой, вот же оно. Короче, эти пауки спавнятся, если что, ночью просто в лесах. Вы можете их найти, кроме вот этих длинноногих, о них чуть-чуть попозже. Смотрите, эти в лесах и вот эти в лесах. Если что, то они отравляют. Поэтому аккуратнее могут убить, прям быстро-быстро. Но что нам надо? Просто берете и... Та-дам! Кликайте ведром. По правде говоря, это те самые пауки, которые не просто спавнятся ночью. Они еще и появляются в виде ловушки. То есть, вы якобы видите перед собой травушку-муравушку. Вот, смотрите, кстати. Самая обычная трава. Вы на нее нажимаете, когда идете в выживании. И бам! Появляется этот паук. На данный момент, конечно же, проверять я этого не буду, потому что иначе меня заклюют, убьют, отравят. В общем-то, появляется паучок. И с него вы сможете получить себе bucket of poison. То есть, ведро яда. И здесь надо вернуться к веб-спиннеру, тому самому. На нем мы будем соединять наши нестабильные нити и poison. Так, давайте сделаем это. Две нитки кладем слева, посередине poison, то есть яд. Нажимаем крутить и тадам! У нас появляется dimensional нитка. То есть, измеренческая нитка, что-то типа этого, да? Окей, забираем. Никакой ачивки? На этот раз даже так, автор, ты удивил меня. Забыл добавить, ведрами надо запастить. Потому что, если что, пустое ведро не отдается. Вот видите, мы его просто тратим. Обидно, конечно, но что поделать. Мы получаем 6 нитей. И теперь нам надо достать какие-то непонятные лапы паука. Да что такое? Ну, я думаю, вы уже и сами догадались. Лапы мы сможем выбить с... Лопастого паука, я его так называю. Ну, короче говоря, он длинноногий. Давайте вызовем его где-нибудь здесь. Вот такой красавец. Если что, он спавнится только на огромных горах. То есть, он никогда не заспавнится в полях, на пляже, где-то на равнине. Его лапы позволяют карабкаться по горам, следовательно, только там он и обитает. Окей, попробуем его убить. По идее, нужно нанести 5 ударов. Ой, сейчас повезло и всего 4. Ну, ладно, ладно. С него падают те самые лапки. Иногда по одной, иногда по ноль, а иногда, как сейчас, две. Спасибо, повезло. Теперь это всё надо просто соединить в верстаке. О, чёрт подери. Я нитки нечально удалил. Вот так вот там. Соединяем. Вебспиннер сверху. И посередине спайдер лэг. У нас получается какой-то непонятный посох. Что это такое? Этот посох как раз таки и позволит мне пройти в измерение пауков. Вот оно. Но подождите, оно не так просто спавнится и генерируется. Нам его надо построить. По правде говоря, стена здесь лишняя. Короче говоря, смотрите, это паутина. И за неё тоже даётся ачивка, окей. Чтобы сделать себе такой блок паутины, нам надо взять самую обычную нить и покрутить её. Три штуки, да, крутим, крутим, крутим. Получается самая обычная паутина из самого обычного Майнкрафта. А потом мы это всё соединяем и уже получается блок. В принципе, всё понятно, да? Паутины надо будет достать очень много. Так что если у вас появится какой-то, ну не знаю, спавнер пауков, то не ломайте. Дропайте себе как можно больше нитей, иначе вы, наверное, замучаетесь. Ну, в общем, мы что сделали? Мы построили себе портал. Здесь всего вообще можно 10 блоков использовать. Я использовал 12. То есть можно построить вот такой портал. Но я сделал 3 на 3, окейушки. Тааак. Попробуем сейчас запустить. И 3, 2, 1, дыдыщ! Красиво. Да, на самом деле, по анимации, для меня это самый красивый портал из всех, что я видел. Ну, почему-то мне так кажется. Из него вылетают прикольные частицы. Звук, конечно, так себе, потому что это самый обычный портал. Но, тем не менее, красиво, да? Что-то тут выдувает. Ну, чё, будем туда заходить? Да, конечно, да. Раз, два, три. Та-дам! Мы в измерении пауков. И вместо того, чтобы нам написало «получил достижение», пишет «достиг цели». И тут что-то типа страшное, ползающее, что-то типа вот такого написано. Окей, мы в измерении. Что здесь надо делать? Во-первых, не бойтесь, тут много воды, лавы практически нету, поэтому можно сделать себе лодочку и передвигаться без проблем. Первый представитель этого мира – «Скелетал Спайдер». Я думаю, то, что название и то, как он выглядит, говорит само за себя. И с него падает, если что, блок. Но какой, сейчас увидите. Это блок той самой удобряющей смеси. По-моему, кстати, переделать его обратно в верстаке нельзя, да? Я на самом деле сейчас обозреваю мод, но почему-то вдруг стало интересно. Костный блок можно переделать? Да, можно, всё нормально. Чё-то вдруг стало интересно. И да, здесь иногда могут появиться вот такие паутиновые дома. Я думаю, то, что это соорудили какие-то, какие-то пауки-люди, что-то типа этого. Иначе я просто не могу дать объяснение. Здесь даже используется блок, который похож на тот самый блок из шерсти, смотрите. Правда, автор, видимо, не учёл то, что это выглядит, как забагавшая текстура. Если что, здесь также есть кровавые лампы, они крафтятся 8 штук за тот самый Бладдаймонд. То есть, получается, за один блок золота, я думаю, то, что светокамень вы легко найдёте, он светит, если что, ровно так же, как и светокамень. То есть, можем даже поставить, вот, видите? Ну, а если вы мне всё-таки не верите, то вот светокамень, вот тот самый кровавый алмаз, и они светят абсолютно одинаково. В домике вы можете найти сундук, в котором будут валяться руды, броня и так далее. О, да ладно, мне повезло и на то, и на другое, прикольно. Если что, то руды валяются именно рудой, так что если у вас где-то найдётся кирка на удачу 3, то будьте готовы добывать здесь очень много руд. Потому что домики спавнятся постоянно, вот смотрите, вот один, вот второй, где-то там, по идее, третий я видел, может быть, с той стороны. Ой, стоп, это портал, господи, у меня уже реально со зрением проблемы, надо проверяться. Смотрите, кстати, кого здесь ещё можно найти, правильно, обычных пауков, если что, о них не забыли. Автор мода, спасибо тебе. Перед тем, как мы полетим дальше, вот ещё кое-что, пока не забыл. Если вы вообще сумасшедший, у вас много паутины, много фермпауков и так далее, то просто берёте и соединяйте много-много-много блоков паутины, то есть они вот так вот постепенно компресятся, что-то типа этого. И вот, например, у нас есть UberCompressedWeb, за него даётся ачивка Compactor 5. А если вы сделаете самый максимальный, то... ТАДАААААААААААААААААААМ! Испытание завершено! Собственно, это что-то типа бесполезная, очень крутая ачивка. Можно и так сказать. Но если ачивка бесполезная, то блок ни капли. Если его поставить, то смотрите, что будет. Во-первых, он поставится как реально тяжёлый блок, а во-вторых, по сравнению даже с предпоследним, если мы на него нажмём, ничего не произойдёт. Так вот, по сравнению с этим, когда мы кликнем, появится... Та-дам! Нитка! И она будет постоянно генерироваться. Мы её можем забирать. Вот она появляется у меня в инвентаре. Она очень-очень часто генерируется. И таким образом мы можем стать нитевым магнатом. Не знаю, правда, зачем, потому что у нас и так уже куча нитей в одном таком блоке. Как говорится, мало ли. А тут я нашёл ещё один данж. Давайте посмотрим в него. Опа-на! Москиты. О них мы сейчас поговорим. Кстати, смотрите, что здесь заспавнилось. Золотой блок. Вот это я понимаю везение. Спасибо большое. Собственно, иногда, гуляя по миру, вы можете наткнуться либо на пчёлок, либо на москитов. Но, сразу скажу то, что спавнятся они обычно в паутине. Ой, куда-куда полетело. Да, типа, они всегда спавнятся в паутине в обычном мире. В этом мире вы их не встретите. Я немножечко тупанул, забыл об этом рассказать. И да, кстати, смотрите, ещё один золотой блок. Приятно, приятно. Убив пчелу или москита, вы получите ровным счётом ничего. Да, они нам выпадут как трофеи, но вот именно, что это просто как трофей. Они не используются в крафте, их нельзя съесть, они просто есть. Вы понимаете? А, да, кстати. Вы знаете то, что на момент обозревания этого мода, у него всего лишь 70 скачиваний. Да, всё верно. То есть, за всю историю в этот мод поиграло всего лишь 70 человек. И это новая модификация, поэтому я не думаю, что здесь можно дожидаться каких-то пока что супер прибамбасов. Но попадание в это измерение автор сделал круто. Следовательно, я уверен, что он и последующий контент сделает интересным. Здесь есть вот такое сердце, которое обзывает вас. Типа, ты хакер, ты хакер. Что-то типа этого. Сердце нельзя скрафтить, его можно только выдать. И всё. Типа, оно вообще ни за чем не нужно. Но это всё равно прикольно. Почему бы и нет, как говорится. Есть такие предметы, которые нельзя скрафтить и нельзя никак использовать. Вот, казалось бы, шарик можно кинуть. Нифига подобного. То есть, автор мода начал добавлять какие-то предметы, но пока что не доделал сам мод. Но! Именно эта модификация обновилась день назад, поэтому я уверен, что на автора можно положиться. А на этом, в принципе, мой обзор подходит к концу. Да-да, пока что просто попадание в измерение. Но мне просто захотелось обозреть, знаете, как точно самым первым. Вот просто я уверен в этом моде, что в дальнейшем все будут думать, вау, какой крутой мод. А у меня будет самый первый обзор. И пофигу то, что контента здесь пока что немного. Ладно, спасибо большое. Надеюсь, то, что вам понравилось. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Уложка и Арахнокрафт. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока.